В эфире «Библейские чтения» с вами автор и ведущий Николай Арефьев. Мы читаем книгу «Псалтарь» Псалом 9 с 33 текста по 39 включительно. «Восстань, Господи, Боже мой! Вознеси руку Твою, не забудь угнетенных! Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, Ты не взыщешь? Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сиротетый помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Господь Царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли Его. «Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суть сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле». С одной стороны, человеку может показаться, что нечестие неуправляемое, что богатые, превознесенные, сильные, лицемерные, бездушные люди, они окончательно завладели всем человечеством, всей планетой, всеми ресурсами, всем существующим, что они уклоняются от суда. Нет им никакого совершенно закона, и спасения от них не существует. Ну, так может подумать только человек, который не знает Господа. Псалмопевец в молитве, он получил от Бога ответ. Во-первых, какой он нам подает пример в этом псалме? Что у праведника есть право судиться с нечестивцем. Но судиться с нечестивцем не нужно судами этого нечестивца, а нужно судиться при лицем Господа. Поэтому праведник вот в этом псалме, он призывает справедливость Господню. И это нормально, когда мы видим с вами нечестие, призывать справедливость Господню. Об этом в Новом Завете говорится, что если враг твой голоден, ты накорми его. Если жаждет, напои его, и тем самым ты соберешь ему на голову горящие уголья. Говоря о том, чтобы благословлять своих противников, Христос указывает нам с вами на необходимость свидетельствовать о своих противниках пред лицом Божьим, говоря, что не наши суда. Твое отмщение ты воздашь, говорит праведник своему Господу. И, смотрите, определяя наказание нечестивому, праведник в настоящее время не своей мышцей движется, он умоляет, он говорит, он свидетельствует Господу, чтобы тот совершил свои справедливые суды. И очень важно, очень важно, даже посреди нечестия, даже вот посреди беззакония, несправедливости, всевозможных ухищрений этих лукавых нечестивцев провозглашать царство Бога на земле. Господь царь навеки, навсегда. И в этом псалме нам указано слово надежды. Господь царствует, да, еще есть время нечестивцу, еще пока у него есть ресурсы, у него есть власть, у него сила, у него богатство, но исчезнут язычники из земли. И действительно, эта мысль, она не однажды присутствует в пороческих предсказаниях, что сегодня нечестивый, как расширяющееся дерево, его много, он такой могущественный, он непобедимый, но проходит время, и нет его, и так будет. Но самое важное указание в этом псалме, что суд Божий, он действует вовеки. Вот придет когда-то, здесь есть намек на суд вечный, на тот суд, на котором праведник будет на стороне судящего Господа Бога. Когда праведник посмотрит на своих всех обидчиков, когда суд сироте и угнетенному будет провозглашен пред небесами, и человек верный Господу не устрашится более никогда, потому что Господь вместе с ним таким образом, вот эти краткие наставления псалма, они убеждают в уповании на Господа посреди любых условий. И если мы так мыслим, мы так мыслим, если мы принимаем мышление благовестника и пророка в этом псалме, то через нас будет говорить Дух Святой. И Дух Святой укрепляет псалмопевца, Дух Святой укрепляет нас, когда мы эти слова принимаем как слова от нашего сердца. О нашем сердце действует Господь.